Относится к диктанту Победы. Это всероссийская акция, в рамках которого мы читаем лекции, в которых узнаете что-то новое для того, чтобы лучше пройти тест. Возможно, изменить свое отношение к жизни. И сегодня вашим проводником в такой загадочный мир этой битвы вас проведет Андрей Михайлович Горбунов, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы. Здравствуйте. Коллеги, пожалуйста, выпустите презентацию на экран. И пока там технический момент. Значит, с чего стоит начать. Вообще битва за Кавказ не то чтобы она не изучена. И в Советском Союзе выходили книги, работа серьезная. Другое дело, что стрелковым дивизиям, танковым бригадам, которые там воевали, воевали немножечко не повезло. Среди них не было людей, которые после войны достигли каких-то высот. Да, там был Андрей Антонович Гречко, о котором мы сейчас поговорим, когда будем говорить о Новороссийске. Но это не тот эпизод, который он любил вспоминать. У него были другие эпизоды, которые были связаны с его полководческой деятельностью. И поэтому более известен Сталинград. Там и масштаб с точки зрения победы был больше. И, собственно говоря, люди, которые потом занимали серьезные должности, их было больше. Опять-таки маршалы Жуков, Василевский, Рокоссовский, будущий глава государства Хрущев и так далее. Поэтому Кавказ как бы всегда оставался в тени. Однако именно эта битва была самой главной и решающей в ходе 42-го года как минимум. И вот сейчас об этом мы поговорим. План операции на 42-й год назывался Блау. Давайте сразу, я не буду возвращаться к этому. Вот весь 42-й год это Блау на лето. Наступление непосредственно на Кавказ это операция Эдельвейс. И больше я просто не буду выходить к этому моменту. Значит, что себя подразумевал план Блау? В общем-то карта она перед вами. Но то есть здесь уже вторая часть. Здесь уже непосредственно Эдельвейс, но о Блау надо сказать. Дело в том, что зимой 41-го на 42-й год вермахт понес ощутимое поражение. Германия впервые, не то что была отброшена, и была впервые невзята европейская столица с наскоку. Противник понес такие потери, что, например, в танковых батальонах сократили с 3 до 2 танковых рот. То есть потери были огромные. Плюс ко всему немцы все по-прежнему наступали на те же грабли, на которые они наступали до этого. И они отказывались проводить мобилизацию. Это очень важно. Мобилизация в Германии начнется позже. Считалось, что то, что есть в Германии, этого хватит. Но немцы за зиму успели сформировать несколько новых пехотных дивизий. По образцу Советского Союза до этого Советский Союз сформировал новые дивизии. Как раз в 42-м году мы прекращаем это делать. А немцы их начинают сформировать. И вот эти дивизии стали неприятным сюрпризом. Соответственно, какие были планы у немцев. Стало ясно, что колосс на глиняных ногах, как называл Гитлер нашу страну, устоял. И не просто устоял, а способен наносить ощутимый урон. Плюс там еще в Северной Африке немножко повоевали. И тоже немцам немножко, в общем-то, надавали по голове. Так совсем чуть-чуть, но как бы обидненько. Приходится туда ресурсы тоже тратить. И вот задача была какая? Экономическая. Никакой Москвы в планах уже не было. Нет, она была на самом деле. Что если получится, если рухнет русский фронт, то к августу в Москву войти. Но это была такая идея из серии, что совсем рухнет русский фронт. В этом никто не верил, кроме, возможно, Геббелеса, Геринга. То есть пропагандистов откровенных и мечтателей. Задача была простая. Идти на Кавказ. Кавказ, собственно говоря, это вся операция. Там, где у нас 58-я армия, видите, справа в углу. Вот там где-то Бакух находится. Вот там недалеко. Относительно недалеко, не именно там. Вот туда нужно было дойти и лишить русских крови войны. Это цитата документа на операцию Блау. Здесь нужно сделать такое пояснение. Я думаю, что все люди взрослые, все прекрасно знают, что машина у нас ездит на бензине. Бензин происходит из нефти. Соответственно, там было все то же самое. Дизельное топливо – это нефть, бензин – это нефть. Отними у русских единственное освоенное месторождение нефти такого масштаба. И, в общем-то, на этом Красная Армия просто встанет. Элементарно невозможно будет ничего подвозить к фронту. Дальше случался бы коллапс, причем он случился бы буквально за одну-две недели. Да, кто-то скажет, а как же сибирские месторождения, как же Казань. В Казани только открыли, в Сибири только-только начали делать пробы земли. То есть она уже была открыта, сибирская нефть. Но как бы на этом все. То есть была бы катастрофа, если бы немцы взяли Баку. Если бы взяли Сталинград, было бы обидно. Удар по престижу в первую очередь. Взятие Баку, это была бы катастрофа. Конечно, кто-то, может быть, вспомнит. А еще был ленд-лиз. Американцы нам тоже что-то поставляли. Значит, да, американцы действительно поставляли нам авиационный бензин высокооктанового числа для своих самолетов, которые они тоже поставляли. Ленд-лиз я просто скажу. Это была капля в море. Действительно капля в море. И в 42-м году ленд-лиз дал примерно 1-2% от экономических показателей Советского Союза. Это ничего, от слова совсем. Реальный ленд-лиз, это 44-й год, когда мы там получим почти 70, а то и 80 тысяч автомобилей. Вот это, да, это будет серьезно. До 44-го года надо будет дожить. И в 44-м году Красная Армия была уже в одиночку способна разгромить гитлеровскую Германию. А в этот момент все было еще очень-очень плохо. Соответственно, что происходит в мае и в июне 42-го года. Немцы, понимая, что надо идти на Кавказ и прикрыться в фланги своими какими-то крупными группировками, потому что Красная Армия уже показала свое умение воздействовать на фланги. В общем-то, битва за Москву, да, это удары по флангам, которые заставили немецкие танки побежать. Планируют несколько операций. Сначала обеспечивается южный фланг, и в конце мая пал Севастополь. Значит, по поводу Севастополя. Я буду по ходу дела еще мифы какие-то такие известные опровергать. Есть такая легенда, что Севастополь бросили. Нет. Просто-напросто, когда погода стала хорошая на Черном море, где-то в конце марта месяца, туда был переброшен 4-й авиакорпус Люфтваффе. Это лучший авиакорпус Германии. И как, в общем-то, историки говорят, не знаешь, где наносят основной удар, посмотри, где действует 4-й корпус Ревгоффена. Там, где он, там основной удар немцев в этот период. И, собственно говоря, это были большие специалисты по уничтожению всего, что только можно. Они просто блокировали Севастополь с воздуха. Большие корабли проходить не могли. В этот момент Красный флот на Черном море имеет 4 крейсера. Из них 2 старых типа Светлана. ПВО там есть, но оно условное. Вот. 2 новых, 26-й серии, но это легкие крейсера. И они просто элементарно маленькие. На них нету столько зенитных пулеметов для того, чтобы эффективно отражать удары немецких пикировщиков. Есть еще линкор, но я смотрю, детей много и студентов. Но если World of Warships играли, вы меня поняли. Для тех, кто не понимает, на линкорах нету противовоздушной какой-то там оборонительной системы. Там стоят небольшие эрликоны, спаренные или счетверенные пулеметы, которые способны кого-то отогнать. Считается, что линкор и так большой, и он выживет, если туда что-то упадет. Как показала практика Второй мировой войны, нет. Но до этого никто не знал. Это будут страдать и американские линкоры, и британские линкоры, и наши, само собой. Собственно говоря, у нас есть 2 корабля, которые способны эффективно снабжать город. В апреле месяце происходит ряд трагедий, когда тонут наши транспорта. Немцы за апрель выбили практически весь тоннаж. Самая страшная трагедия – это Абхазия. Не буду подробно говорить. В двух словах немецкие пикировщики с воздуха уничтожили судно, на котором было около 2000 человек. Раненые, эвакуированные женщины, дети. Там на палубе было растянуто большое полотно с красным крестом. По нему стреляли и целились, как на полигоне. Летчики, когда бомбят, они летают и стреляют по квадрату, по квадрату, в котором положен крест. Прямо туда бомбы клали. Это преступление, но в нашей стране до сих пор есть люди, которые считают, что летчики Люфтваффе – это такие белые рыцари, у них там особая война и так далее. Они все убийцы и бандиты. И корпус Ревгофина, в котором было очень много людей с приставкой фон, то есть бароны, дворянские рода, они в том числе утопили Абхазию. И не только ее. Сванетия, Красная Джария и так далее. Но просто Абхазия, она такая вот самая большая. Где она утонула, нашли ее абсолютно недавно, в 2010, если не ошибаюсь, году. Настолько быстро грузили, собственно говоря, под огнем противника корабль, что даже списки не составили. То есть сколько туда там погибло. Короче говоря, Севастополь был обречен. В итоге в мае, после того, как был разгромлен Крымский фронт, пал Севастополь. Спасая Севастополь, наши войска переходят в наступление под Харьков. Под Харьковом тоже не получается, к несчастью. Вовремя переброшенная авиация. Опять-таки заставляет в степях под Харьковом залечь наши войска. В первую очередь. И после этого случается вот то, что здесь написано. 28 числа начинается операция Блау. Немцы на сударный Воронеж. Вот он там где-то наверху, видите, вот там вот группа армий Дон немецкая написана. Вот туда, вот в районе Зимовников и Воронежа. Там происходит встречное танковое сражение. Впервые в бой идут советские танковые корпуса и механизированные. Это такой бенефис их. Они под Харьковом поучаствовали, но незрачно. Здесь они разворачиваются в полную силу. В бой вступает советская танковая армия. И Воронеж взять не удается. Город стоит на одноименной реке. Вот ровно половину, западную часть немцы занимают, а вторую часть не занимают. И становится ясно, что под Воронежем они остановлены. Что делают немцы дальше? Они разворачиваются, идут южнее. Тут плохо видно, но вот туда чуть выше, в районе Котельниково, и на Сталинград. Именно так появляется Сталинградское направление, которое изначально Сталинград брать не планировалось. По Воронежу останавливаемся, по реке Дон строим фронт. Фронт, простите. И, соответственно, ждем, когда русские будут таранить в этой степи нас на Дону. Однако все вышло немножко не так. Соответственно, группа армян наступает. И первой точкой становится Ростов. О нем пару слов расскажу. Немцы называли его Ворота Кавказа или Ворота на Кавказ. Город Ростов был очень хорошо подготовлен к обороне. Пометуя о том, что случилось прошлой осенью, когда Ростов был оставлен и две недели было под оккупацией, его не просто укрепили, его очень хорошо укрепили. Сейчас будет следующее фото, я покажу. Доты из человеческий рост. Причем это не какие-то импровизации. Это полноценные Доты. Помню, что у немцев в танковых дивизиях есть гаубицы. Они были, собственно, там броней прикрыты. Короче, взять такое укрепление не получалось. И немцы это тоже понимают. Их разведка тоже прекрасно работает. Поэтому немцы идут в обход. Если мы посмотрим сюда, вот там, а, здесь нету, это ведущий слайд, извините. Короче говоря, немцы обходят через Темрюк, через Батайск. И заходят во фланг и тыл трем советским дивизиям, которые держатся за Ростов. Приходится Ростов покидать, покидают его с боем. Об этом я сейчас тоже пару слов скажу. Ну вот видите, тут я привел воспоминания, что там русские сражались за каждый подвал. Немцы несут большие потери. Последними уходят части НКВД. Они прикрывают отход. Кто эти люди? Ну это, во-первых, те, кто до этого служили в органах НКВД непосредственно и частично пограничники. У них очень высокий боевой дух, но им немножко не хватает выучки и немножко не хватает тяжелой артиллерии. Вообще тяжелая артиллерия – это большая проблема. Об этом я сейчас буду говорить, когда будем говорить про Краснодар. Здесь опять-таки есть миф. Есть в Ростове Зеленый остров. Ничем не примечательное место. Но, правда, местные люди, у которых интересные фантазии, считают, что там когда-то упало НЛО в 20-е годы. Чем это подтверждается? Что в 1942 году на Зеленом острове до последнего сражался отряд НКВД. И есть такое мнение, что, дескать, там лежали обломки НЛО, и поэтому пока не уничтожили, оттуда не ушли. Это просто, чтобы вы понимали, да, как бы такое тоже есть. Ничего подобного там, естественно, нету. Просто-напросто туда отходили. Это остров на реке, на Дону непосредственно. И считалось, что мы туда отойдем и будем, ну, в общем-то, получим шанс ночью переправиться и уйти. Однако немцы это не позволили. И защитники Зеленого острова, в общем-то, сражались до последнего. Немцы отмечают, что пленных очень мало за Ростов. И, в общем-то, очень высоко оценили тех, кто защищал город. Ну, там одну из основных ролей сыграла 30-я Самарская дивизия. О ней я сейчас расскажу подробнее. Вот Доты. Это две фотографии, это немецкие фотографии. Тот, который слева, видите, он весь изрешечен снарядами. Стреляли вот снизу, в основном, это из легкого орудия, из крупнокальбирного пулемета. А вот там сверху, над второй левой амбразурой, туда что-то уже тяжелое прилетело. Но, в общем, 88-метровая зенитка пробить это не смогла. И, в общем-то, серьезные вещи, которые могли бы угробить немецкую танковую дивизию, она туда вошла. Ну, были моменты, где, в общем-то, боев не было. Вот видите, там девушки идут на заднем плане. Немец стоит около машины. И, в целом, ну, в общем-то, несмотря на то, что бои были, они были в районе вокзала, там вот зеленый остров и у переправ. И поэтому город более-менее сохранился. Ну, вот там, если заметно, вот дом с той стороны, он в очень хорошем состоянии. Если ближе посмотреть, там не хватает оконных проемов, стекла выбило. Но, в целом, город хорошо сохранился. Когда наши войска вернутся в Ростов в феврале 43-го года, там практически ничего не останется. Вот такие дела тоже были. Значит, по горячим следам выходит приказ номер 227. Вот первая цитата – это вступление. Вторая цитата – это, собственно говоря, призвание Сталина. Значит, давайте сразу с мифов. Есть такой миф, что, дескать, этот приказ создает заградительные отряды. Ну, начнем с того, что заградительные отряды появляются уже в июле 41-го года. Командующие армиями формируют отряды, которые стоят на дорогах и никого не пускают обратно. Значит, численность таких отрядов 15-20 человек. Примерно то же самое говорит этот приказ. Что из состава армии, не из каких-то частей НКВД, как многие считают, а из состава армии выделить наиболее стойких бойцов, которые, значит, находятся там где-то сзади и не дают отступать. Ну, дело в том, что когда все плохо, не у всех хватает выдержки для того, чтобы пройти это до конца. Многие просто разбегаются. И вот для того, чтобы дезертиры не разбегались, собираются заградотряды. Для примера. 62-я армия – это та самая, которая будущая 8-я гвардейская, которая будет брать Берлин, которая, в общем-то, гвардию получит за Сталинград. Та самая армия Чуйкова. Вот она на начало боев насчитывала чуть больше 60 тысяч человек, 63 с чем-то. Да, вот заградотряды на эти 63 тысячи, на эту массу людей, состояли около 390, что ли, человека, лет 370, какое-то такое число. То есть даже если захотеть, даже каждому дать по пулемету, они не смогут остановить бегущую толпу. Их задача – наводить порядок в тылу и не позволять вооруженным бандам или обезумевшим людям ходить по тылам и, в общем-то, там заниматься бандитизмом. Есть строки, сколько там наловили в ходе отступления к Сталинграду из 10 тысяч, которые за месяц набрали дезертиров, беглецов и прочее, расстреляли там меньше 1%, меньше 100 человек. Всех остальных, в общем-то, с ними провели беседу и вернули в свои войска и сказали, что так делать нельзя. Когда все рушится, нельзя расстреливать всех подряд. Это тоже все прекрасно понимали. Воевать-то кто будет. Но нас волнует второй эпизод. Приказ был очень нужным. Он останавливает бегство, потому что это не просто приказ для людей того периода, это слова Сталина. До этого Сталин обращался к народу 2 раза. Простите, 3 июля в самом начале войны и второй раз с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 года. И когда он говорил, что с трибуны Мавзолея было сказано, еще чуть-чуть, может быть годик, и Германия рухнет. Не прошло и полгода, и происходит страшное. На самом деле страшное. Фронт рушится. И вот теперь Сталин говорит, что несмотря на то, что страна наша велика и богата, это не пустыня, там живут наши матери, дети, и мы должны их защитить. И вот это подействовало. Вот реально подействовало. Не какой-то страх, который написан там в конце, что имеют право стрелять. Вот это второй абзац, который, собственно говоря, имеется в приказе. Приказ зачитали везде, во всех батареях, ротах и прочее. И, в общем-то, он воздействовал. И, как говорят те ветераны, которые, в общем-то, есть воспоминания, с кем лично общался я, но вот это, как это вселило надежду, выстоим. Выстоим, да. Вот, как сказал один из ветеранов, знаете, я просто стал уверен, что теперь с фланга не побегут, да, и никто, собственно говоря, с фланга по нам не ударит. Это очень важный приказ. Однако, как здесь написано, что без боя позорно сдали Ростов, да, соответственно, после таких фраз, и, естественно, начинаются карательные методы. Южный фронт расформировывается, его командующего Родиона Яковлевича Малиновского снимают, но вот, когда, пока он доехал до Москвы, там уже разобрались, что и бои были, что все серьезно. Я сейчас скажу про эту дату еще раз. Вот, и Малиновский, в общем-то, отдохнув несколько дней, получает 66-ю армию резервную и отправляется под Сталинград. Армия станет 2-й гвардейской, вот, после того, как отразит удар Манштейна, который рвался к Сталинграду, Родион Яковлевич будет вновь повышен, ну, в общем-то, маршал Советского Союза, кавалер Ордена Победа, да, и очень заслуженный человек. Но у него были, вот, в том числе, и такие эпизоды в биографии. Но это тоже к вопросу о том, что никто сгоряча не рубил, никого не расстреливали, да, разобрались достаточно быстро. Вот, в этот же самый момент, вот, тот человек справа, Симон Михайлович Буденный, маршал, да, главнокомандующий его полностью написано в этот момент, он главнокомандующий северо-западного направления. Он, в общем-то, в момент боев в Ростове направляет Сталину, на фото слева, предложение о том, что необходимо войска отвезти, потому что дальше каких-то отсечных позиций просто нет. Есть голая, выжженная солнцем степь, нас там всех перебьют. И он предлагает, что нужно сделать. Значит, в тот же день, когда вышел приказ на 227, Сталин утверждает его идею. И, несмотря на то, что есть приказ, да, что отступать больше нельзя, вот, в любом случае, войска Северо-Кавказского фронта начинают отступление. Пару слов о Семене Михайловиче Буденном. Дело в том, что в 90-е годы складывается миф о том, что якобы, вот, глупый кавалерист, только с шашкой на танке в атаку марш-марш. На самом деле, сейчас доступны документы, и мы можем смело сказать, что это один из самых гениальных полководцев, в общем-то, да, конечно, не Жуков. Вот там Жуков-Фасилевский, это вот очень высокий уровень. А потом Тимошенко-Буден и Рокоссовский. Вот это как-то второй уровень, и Ватутин еще туда записываем. Именно он предсказал, что произойдет в июле 41-го года, когда был главком юго-западного направления. И благодаря ему, в общем-то, тот юго-западный фронт, который существовал, прожил так долго, до Киева. Именно он вторил Жукова и говорил, Киев надо оставлять. И, в общем-то, то, что его сняли, вот, быстро стало ясно, что, в общем-то, ну, Буденный понимает. И поэтому в этот сложный период он командует самым важным направлением. Здесь еще вишенка на торте. Все резервы, которые были, уже отправились в среднее течение Дона под Сталинград. Северокавказское направление имеет только две стрелковые дивизии, которые формируются где-то там в тылу. И когда они появятся, неизвестно. И вот у них ничего нету. Однако есть Буденный, да. Жуков в этот момент идет к Горжеву и достаточно успешно идет. Вот. И, в общем-то, на Буденном вся ответственность. Он ее берет на себя. Что из этого вышло, сейчас посмотрим. Значит, следующий его важный пункт – это Краснодар. Про Краснодара тоже есть черный миф. Я о нем сейчас расскажу. Значит, к городу отходят все те же действующие лица, которые защищали Ростов-на-Дону. Значит, 30-я стрелковая дивизия полковника Аршинцева. Вот он уже, собственно говоря, с орденом Суворова третьей степени на фотографии, да, первый. 339-я стрелковая дивизия полковника Морозова. Ее фотографий, к несчастью, нет. 349-я стрелковая дивизия полковника Шагина. Вот там вот та фотография, он там уже генерал-лейтенант на этой фотографии, просто погоны не видно. И, собственно говоря, возложено это все на 56-ю армию генерал-майора Рыжова. Вот он уже в парадном кителе после парада Победы. Значит, самым сильным подразделением была 30-я самарская стрелковая дивизия. Самарская неофициальное название, но можно встретить в публицистической литературе, что вот она самарская. Она формировалась в Самаре, да, как бы. Ну, это 30-я стрелковая дивизия. Вот она стоит на главном направлении, и ее массово пополняют, вот тут черный миф, да, новобранцами из краснодарских призывников. Вот фраза, которую я поставил, да, что сынок, делись, но закубай, не уходи. Это вот согласно мемуарам участников, вот эту фразу говорили матери своим детям перед тем, как благословляли их, отправляли в армию. У них было от 4 до 5 дней для того, чтобы чему-то научиться. Вот черный миф говорит о том, что там все погибли. На самом деле нет, потери за Краснодар были небольшие. Что там происходит? Значит, оборона города происходит с 8 по 12 число. Немцы подходят к Краснодару, видят перед собой все те же, да, кого видели перед Ростовом, и пытаются пробиться. И первый сюрприз на недостроенных укреплениях. Укреплениях там успели вырыть траншеи, но вырыть траншею, подготовить ее к бою, это две разные вещи. Это просто траншеи, в которых сидят люди, да. Вот эти траншеи там были, дотов не было совсем, не успели построить. На самом деле, просто после того, как из Ростова немцев погнали в ноябре 41-го года, посчитали, что до сюда враг точно не дойдет, и поэтому всех рабочих, саперов и прочих перебросили в Ростов на строительство там укреплений. Здесь уже никого не было. Попытались начать строить, ничего не вышло. И вот в этих траншеях, соответственно, 30-я Срукова отражает первый удар. Что делают немцы на следующий день? Они ее обходят, потому что всего три столковые дивизии, занять нормальный обряд на рубеж просто не в состоянии. Ударяют во фланг и врываются в город. Вот, а полковник Оршинцев вместо того, чтобы побежать, да, берет и бьет во фланг. В этот момент в городе сопротивляется небольшой отряд НКВД, собранный из милиции. Местные курсанты, туда переехала одно из военных училищ пехотных, которое, соответственно, было эвакуировано с западных областей в 1941 году. Мальчишки, им по 18-19 лет, они только начали учиться. Вот, то есть они, конечно, умеют воевать, да, им уже чего-то научили. Но, опять-таки, это мальчишки, у которых есть пистолеты и несколько винтовок на всех. И вот эти люди 4 часа сдерживают, собственно говоря, в городе противника. Вот, Оршинцев наносит карп, вот, противник развеян и бежит. Остались замечательные воспоминания немцев о том, что, значит, там русская конница шашками наголо вместе с танками гнала нас что-то 30 километров. Ну, это, естественно, такой апофеоз. Кавалерия там наша была, шашкой наголо никто не атаковал. Вот, но, как бы, у страха глаза велики. Вот, там даже тылы немецкие попятились. Однако к вечеру немецкие диверсанты пробираются на командный пункт и пытаются его захватить. Начинается паника. Героем дня становится человек, вот, его фотография, вот там вот, соответственно, Максим Георгиевич Костюк, начальник штаба 30-й Самарской дивизии. Вот, значит, человек, который, видимо, взял пистолет, сказал несколько грозных слов и остановил панику. Чтобы вы понимали, кто такие штабные офицеры? Штабные офицеры – это люди, которые, возможно, умеют стрелять из пистолета. Им не надо этого делать, да, как бы, и штабные офицеры всю свою жизнь считали зазорным ходить в какой-то тир. Ну, мы на картах командуем. Ну, не должен начальник оперативного отдела уметь стрелять из автомата. Понимаете, вещь, конечно, полезная, но, как бы, современные офицеры, например, давно требуют, чтобы у нас на вооружении места ТТ приняли что-то типа пластикового глока. Глок простой, висит, по ноге не бьет, не мешает. Ну, не должен штабной офицер там быть, да. Поэтому, когда туда наваливается спецназ, а это делают диверсанты, это спецназ, это от полка 800 Бранденбург, да, эти люди, ну, да, была паника, но, как бы, не растерялись. И с помощью стрелкового оружия, конечно, там, наверное, был какой-то комендантский взвод, вот, и, возможно, он даже был вооружен автоматическим оружием, возможно. С помощью этих людей, в общем-то, диверсантов отбили, Бранденбургеры, как говорит Алексей Валерьевич Исаев, в общем, отчитались о том, что были потери, что неудача. Также они попытались захватить Пашковскую переправу, вот, это местная переправа у села Пашково, тоже не вышло, да, наши были на чеку, короче говоря, даже вот таким ударом в спину не получилось ничего сделать. Значит, сразу хочу сказать такую вещь по поводу артиллерии, что я обещал сказать. К этому моменту единственный артполк сохранился в 30-й дивизии, там было что-то около 12-152-мм гаубиц, на них было 18 снарядов, поэтому оставили два орудия. У Пашковской переправы. Все остальное эвакуировали в тыл, ну, потому что снаряды когда-нибудь будут, а вот если мы сейчас пушки потеряем, стрелять будет уже не из чего. 18 снарядов против врушихся немцев, как вы понимаете, не очень что-то сделают, да, если они попали, то вообще большие молодцы, потому что гаубичный огонь, это не про компьютерные игры, где он сносит все, он просто выстреляется за слом, противник попадает в квадрат огня и несет потери, и либо он проскакивает, либо уходит вот оттуда. То есть гаубицы не стреляют по принципу вот в тот танк, зарядите нам, пожалуйста, да, и вот туда тоже несколько снарядов. Так не работает, война немножко по-другому. Высокоточное оружие так работает, но это уже 21-й век, товарищи. Соответственно, оставляют Пашковскую переправу, вот, и 12 августа покидают город. Значит, начинается отступление, на фото один из бронепоездов с именем собственным, я забыл, как он, то ли Зародина он назывался, и Зародина было несколько поездов, то ли как-то еще, вот, это потерянный на Северном Кавказе, немцы просто-напросто подорвали мост, и бронепоезд свалился туда, вот, здесь он уже оставлен, там на первом плане немцы что-то смотрят, вот, но бронепоезда прикрывая, кто прикрывал отход Красной Армии, да, к горам, бронепоезда и советская авиация. Больше никого не было, единственный подвижный какой-то момент. Была одна танковая бригада, вот, но ее старались беречь и просто так не израсходовать. И вот военные на бронепоездах, там противопульная броня, вот, они, в общем-то, сделали невозможное. Шесть поездов потеряли, отступая от Краснодара, но эти люди сделали невозможное. Еще раз говорю, немцев задержали почти на сутки. Вот, один из этих бронепоездов оставленных, значит, соответственно, события взяли Майкоп. Под Майкопом происходит такая вещь, что немцы посчитали, что мы уже дошли. И еще один рывок, они вдруг останавливаются буквально в шаге от города. Почему? Потому что опять потери, потому что наши войска копались и говорят, что мы отсюда не уйдем. И вот пока, собственно говоря, немцы накапливали силы, наши смогли уничтожить нефтепромысла Майкопа. Немцы встретили колоссальный пожар, восстановить его так и не смогли. То есть до нефти не добрались. Вот, после чего происходит пропагандистский эпизод. Мы будем немножко возвращаться, не обращайте внимания. Вот, они, собственно говоря, идут через Майкоп, доходят до перевала, о которых я расскажу. Вот, и устанавливают флаг над Эльбрусом. Это такой пропагандистский ход, показать всем. А вот мы поставили флаг. Никакого реально военного значения этот момент не имел абсолютно. Забрались, поставили и ушли. И немецкое наступление останавливается 17 числа под Топсе. Немцы проходят через перевал, к несчастью для нас. Вот, но их останавливают. И, в общем-то, про Топсе поговорим чуть попозже. Значит, перевалы. Дело в том, что командование Красной Армии считало, что горы, в общем-то, неуязвимы. Мы не сможем, ну, в смысле, немцы не перейдут. То, что там есть подготовленные горные части, которые, ну, не просто горные части по названию. Это в каждом полку, значит, один батальон был с альпинистской подготовкой. То есть это люди, профессионально лазящие по горам. Набирали в этот горный корпус, значит, людей из Тироля, Баварии и Австрии. То есть там, где есть горы. Пусть не такие высокие, как кавказские, но, то есть эти люди знали, что такое горы. И, в общем-то, набирали профессиональных альпинистов. Вот, тут написано, собственно говоря, кто там, где оборонялся. Короче говоря, наши защищали только седловину перевала. То, что нужно вести разведку, то, что нужно защищать и подступы к перевалу, никто не думал. Посчитали, что вот они сейчас сюда влезут, у нас слева гора, справа гора, выстоим. Сзади артиллерия где-то стоит. Не выстояли, потому что, когда немцы атаковали в лоб, в этот момент им буквально на голову, согласно воспоминаниям тех, кто выжил, сваливаются, в общем-то, хорошо подготовленные элитные части. Вермахт там, наши сброшены с перевала. Через сутки об этом звучат в Москве, Москва в ярости, что у вас там происходит, ребята. Но это одно из последних, в общем-то, деяний Буденова, после этого сняли. Он, правда, останется на фронте, он сначала покомандует кавалерия, потом будет представителем ставки на юге и, в общем-то, еще покажет. То есть его ум еще поможет нам на юге в ходе наступлений в 43-44-45 годах. Туда приезжает Лаврентий Павлович Берия, наркома государственной безопасности, и начинает наводить порядок. Ну, во-первых, сняли командующего одной из армий Сергатского, его постпанитель в звании, который, как раз, был ответственный за перевалы. Сняли это его не за то, что все прекрасно понимали, что против горных егерей выстоять было невозможно, силы были неравны. Его сняли за то, что он не доложил вовремя. На его место назначают Веселидзе, будущего, если не ошибаюсь, дважды героя Советского Союза. И этот человек, с ним будет связано в дальнейшее. И, собственно говоря, Берия там навел порядок в тылах очень хорошо. После чего он улетел? Репрессий не было вообще никаких. То есть, несмотря на то, что приехал достаточно грозный человек, выслушал, посмотрел, сделал, отчитался, ну, кризис-менеджер Красной Армии. Их у нас было двое, Жуков и Берия. Значит, пока немцы карабкаются на перевалы. Подождите, я сказал. Да, последнее, что стоит закончить с этими перевалами. Значит, в чем проблема? Горный корпус выскочил и занял оборону. Вправду, в труднодоступных местах. Доставляли все дело мулами. И вот мулов не хватало. Поэтому туда-обратно путь от передовой до тыла составлял 4 дня. Вот, поэтому дальше наступать они уже не могли. Наших, как следует, обложили, но не пытались скидывать, понимая, что, в общем-то, он там действительно серьезный противник. Но на этом все. Горный корпус, элитное подразделение, которое, например, можно было бросить под Туапсе. Это предлагал Клейст. Там немцы тоже снимут своего командующего фонлист. Вот за все эти художества, что не получилось с Майкопом, там, чуть попозже сейчас про Льхотову расскажу. Его снимут, назначат Клейст. Клейст сказал, у меня вот есть горный корпус, отдайте мне под Туапсе, я хотя бы проблему одну решу, у меня фланг открыт. Сказали, нет-нет, горный корпус будет заниматься всем, чем угодно, но только не Туапсе. То есть немцы тоже большие молодцы, на самом деле. Сделали все, чтобы, в общем-то, элитное подразделение сидело на голодном пайке и смотрело на то, когда с той стороны Красная Армия, в общем-то, строит свои позиции. Чтобы вы понимали, в горном корпусе, который вырвался вперед, тяжелой артиллерии не было. Поэтому, несмотря на то, что они как бы опасные, продолжить наступление у них было просто сил не было. Теперь уже части Красной Армии были сильнее этого горного корпуса, поэтому им осталось просто сидеть. Переходим дальше. Следующий эпизод – Новороссийская Анапа. Ставило ясно, что в хребтах остановились, что будем делать. Надо на фланге нажать где-нибудь, пусть Красная Армия туда перевозит резервы. И, в общем-то, выбрали самый слабый участок фронта, Бешуток самый слабый. И это район Новороссийска. Вот тут я написал, посмотрел сегодня по документам, сколько кого было. Но, в общем-то, чтобы вы понимали, в армии Гречка, вот он на фотографии, будущий министр обороны Советского Союза во время правления Леонида Ильича Прежнего. Вот у него было всего 17 танков. Ни одного танка Т-34 у него не было. У него было 17 легких танков. БТ-Т-26. То есть немцы наносят страшный удар, а Гречка не то, что не побежал, а он смог нанести контрудар. И вот этот эпизод, что потом Новороссийск сдали, Анапу сдали. Вот это, скажем так, звездочка его, потому что до этого у него было очень много нагоняев от начальства, что он делает что-то не так. После этого стало ясно, что Гречка, в общем-то, заслуживает командовать армией. Его карьера пойдет вверх чуть попозже. Я об этом тоже скажу. Тоже в ходе битвы за Кавказ. Значит, немцы берут Анапу, вот, врываются в Новороссийск, но на этом все заканчивается. Значит, в боях за Новороссийск наши войска, по-прежнему вот эти 17 танков, танк в Новороссийске, их уже не осталось ни одного. Вот, наши войска на улицах города уничтожили румынскую дивизию. Это подтверждается документами. То есть румынская дивизия, 10 тысяч человек, легла там костьми, но так никуда и не прошла. В итоге половина Новороссийска остается за противником, малая часть за нами. И вот здесь фронт стабилизируется, мы сюда больше возвращаться не будем. Так, извините, это перевалы. Значит, следующий аспект это Моздок и Туапсе. Теперь вектор качается на север, и после того, как под Анапой не получается, часть дивизии оттуда, в том числе дивизию Викинг, эсэсовскую элитную дивизию, сформированную в Нидерландах и частично в Норвегии. Значит, чтобы вы понимали, в маленьких Нидерландах уничтожили около 600 тысяч евреев и сформировали 4 дивизии СС. Это все, что нужно знать о маленьких Нидерландах, которые тоже, несомненно, потом вступят в антигитерскую коалицию, когда их 3 мая наконец-то американцы освободят. И вот эти выходцы из Нидерландов и Скандинавии являются тараном и пытаются выйти в район Ильхотова. Значит, я специально разделил первое про Ильхотова. Значит, небольшое село Ильхотова находится между двумя хребтами. И вот за ними начинаются так называемые Ильхотовские ворота. Это природная зона. Наши войска накопали там противотанковых рвов, наставили мин и накопали рвов, которые заполнили нефтью. Нигде немцы не встречали такой стены огня. Когда немецкие танки проползали по полю, на котором, собственно, была разлита нефть, наши ее оперативно поджигали из огнемета. И, в общем-то, немецкая пехота с танками превращалась в факелы. Такое тоже было. Вот на фотографии наш боец с девочкой. Сразу говорю, что девочка опознана. Она дожила до конца войны и умерла тоже достаточно недавно. И воспоминания, насколько мне известно, оставила. Это Ильхотова. Когда Ильхотова приходила в руки несколько раз. И вот между боями наш боец, соответственно, спас девочку. Вот эту фотографию сделал фронтовой корреспондент. Значит, немцы берут Ильхотова через два дня. 27-го начинают, 29-го берут. Но дальше в Ильхотовские ворота они так и не пробились. Вот здесь линия фронта стабилизируется. Немцы идут в обход. Соответственно, защитники Ильхотовских ворот, опираясь на нашу авиацию и артиллерию, смогли противника остановить. С танками пока еще плохо. Их копят в тылу для того, чтобы вершить великие деяния. И правильно делают. Значит, следующее, это они доходят до Молгобека, берут Молгобек, значит. И после этого немецкий корпус все-таки перебрасывается под Туапсе. Когда там уже крупные силы, там уже две танковые бригады. Одна из них на танках Т-34. Немцы перебрасывают под Туапсе. Происходят тяжелые бои. Немцев останавливают в 35 километрах от города. И на этом все. В ноябре месяце, чтобы закончить Туапсе, вот 26 ноября, последний эпизод боев за город, порт, когда наши войска переходят в контрнаступление и всю ударную группировку множат на ноль. Самые большие потери. Горный корпус за всю войну понес вот там, по Туапсе. Если бы он там оказался на месяц раньше, все было бы совсем по-другому. А в этот момент там уже Гречка, который отличился. Соответственно, его управление армией из-под Новороссийска просто перебрасывает по Туапсе морем. И он теперь там руководит. Он, конечно, сложно его называть, генерал стойкость, но в принципе он тогда заслужил это. Именно тогда и он становится спасителем Туапсе. Это вторая звездочка ему в карму. Следующий эпизод. Сразу говорю, что на фотографии изображен все-таки, видимо, Горен Григорианс. Видимо. Потому что мы не имеем его личного дела. То есть оно как бы есть в Подольске в архиве. Но мы не являясь родственниками, мы не можем его получить. И вот есть мнение, что человек, изображенный здесь, это фотография из его личного дела. Единственное сохранившееся. Эпизод, который я просто скажу. Дело в том, что флаг на Эльбрусе был бельмом в глазу. Все-таки обидно, когда над самой высокой точкой нашей страны реет вражеское знамя. Хочу сказать, что первое, которое установили, скинули, ветер сорвал. И поэтому там стоило не парадное знамя, а флажки дивизий. И одно они там нашли какое-то. Не самое главное. У них просто было несколько типов знамен. И в основном там были флажки эсэрских дивизий, которые до тут доползли. Ну, из горного корпуса. И, соответственно, 28 числа происходит бой. Вот в кавычках это отчет штаба фронта, что к своему вернулось 4 человека. Немцев потрепали. Немцы понесли большие потери. Вот гостиница, вот она. Судя по тому бойцу, который стоит в центре спиной, у него немецкая каска. То есть, видимо, все-таки фотография немецкая. Точно сказать не могу. Качество не очень хорошее. Значит, по поводу судьбы Гурена Гаджановича. Нашли его в 2007 году на склоне. Сошла лавина. И там обнаружилась братская могила, в которой находились 40 человек наших бойцов. Их торжественно перезахоронили. Там есть около, собственно говоря, приюта 11 памятник. И в том числе там еще одну доску повесили. Вот такое возвращение. Всех их захоронили в братской могиле, где лежат остальные, кого нашли сначала, после того, как вернулись на Эльбрус. Вот, собственно говоря, это такая история. Значит, последний рывок немцев – это Баксан и Нальчик. Клейс понимает, что ну все. Как бы из Берлина торопят. Но давайте попробуем еще перенести. Значит, вот в обход южнее этого самого Вархотовских ворот через боксанские леса. Вот, там сопки, в первую очередь, и такой жиденький лес. Ну, по нашим среднерусским масштабам. Вот, наши подмосковные леса больше, чем то, что представляло тогда Клейс. Сейчас там намного лучше. Значит, 27-го пал Нальчик. 2-го числа они выходят в Гизель. Почему так получилось? Дело в том, что в этот момент по Владикавказам наши начали формировать ударную группировку. И немцы о ней не знали. Планировалось, в общем-то, войска Клейста просто срезать. Когда здесь уже никого не осталось. Никто не верил, что Клейст еще перейдет в наступление. А Клейст перебрасывает из-под Туапсе. Вот эту дивизию из-под Льхотова, значит, вытаскивают Викинг. Из-под Туапсе одну танковую дивизию перебрасывают. В общем, собирают мощный таран. И идут на прорыв. Неожиданный удар. В итоге сразу два города. Гизель небольшой городок. Пока идут бои за Гизель, наши перебрасывают войска. Сразу говорю, фото для антуража. Возможно, это вообще Северная Африка на самом деле. Просто немецкая трешка разбитая. Вот такие танки были, в том числе, и у Клейста. И там, на поступках к Гизеле, в ноябре происходят сражения. Вот первая победа Красной Армии осенью 42-го года. Это не Сталинград. Это Гизель. Под Гизелью две танковые дивизии. Немцев окружены. Есть фотографии. Они в плохом качестве. Я не стал их сюда доставать. Наши отчитали свыше 100 танков, свыше 2000 автомобилей. Большинство автомобилей на ходу. Немцы бежали, бросая технику. В прямом смысле этого слова. И наши войска отбрасывают от Эхлотовских ворот. Проходят 30 километров. И фронт останавливается. А теперь мы переходим к контрнаступлению. Карта наступления осталась чуть-чуть. Я думаю, что за 10 минут я закончу. Вплоть до февраля года. Как видим, Ростов там наверху. Он еще синенький. Он еще захвачен противником. Начинаем с освобождения Северного Кавказа. Все начинается с того. Давайте верну по-другому. Вот там наверху, видите, где Котельниково. Вот на самом верху. Вот там начинается операция Малый Сатурн. Берут Котельниково. И следующая операция. Это Росошанская. Задача какая? Наступать на Ростов и срезать противника, который наступает. В итоге начинается советское наступление. И немцы, вот то, что наверху, они не видят. Но Клейст видит, что вот из района Зимовников, куда, в общем-то, большие силы русских пришли буквально там неделю назад, начинается наступление на Маныч. Но он так считает, что вот на Маныч, да, стрелочка чуть ниже идет. Вот. И Клейст прекрасно понимает, чем это закончится. И немцы начинают отступать. Вот. Соответственно, наши войска переходят на наступление на Кавказе. Освобождаем Нальчик, Ставрополь, и только самые крупные города. Краснодар. 13-го числа устанавливаем флаг на Эльбрусе. Вот он, собственно говоря, этот флаг, который установлен. Командир группы Гусак здесь изображен, видимо. Ну, предполагаем, да, что он здесь изображен. Все фотографии, которые есть, они достаточно в плохом качестве. И там у нас откроется выставка в музее в честь окончания битвы за Кавказ. Я всех приглашаю, она будет в этом зале. Вот там есть фотографии, они в более лучшем качестве. И там же есть действующие лица, которые, в общем-то, устанавливают. Там две группы, они все почти там есть на фотографии. Вот. Устанавливается флаг. Немцев от Ментальбуси уже нет. То есть как они установили, когда наших не было, так и наши устанавливают, собственно говоря, то же самое. Вот. И 14-го февраля начинаются бои, освобождаются Ростов. Вот. Значит, вот фотография левее меня, уже в погонах, уже, собственно говоря, с звездой. Это Гукас Мадаян. 8-го февраля наши войска берут Батайск. И в тот же день решение рванем в Ростов. В этот момент Ростов – Осинное гнездо. Туда отступают все, кто только можно. Это последний крупный город перед Донецком. Дальше уже, но отступать совсем некуда, на самом деле, для немцев. И с двух направлений, вот если мы обратно, я вернусь, да, вот они наступают наши с севера и с юга. И вот туда, вот в это Осинное гнездо, соответственно, набивается огромное количество противников. И, в общем-то, Мадаян говорит, я попробую. Он возглавляет, он командир батальона, в этот момент опытный военный. Вот, у него отряд небольшой, сто с небольшим человек. Они врываются в город. Немцы не ожидают, что это происходит. И идут до центра города, занимают вокзал, вот, захватывают сразу же четыре эшелона, в котором огромное количество, значит, провианта, боекомплектов. Они отбрасывают свои винтовки, берут немецкие пулеметы. Вот, и буквально за ночь с 8-го на 9-го вокзал превращается в хорошо укрепленный пункт. Потом Мадаян жаловался, что если бы, говорит, я знал, если бы карта была другой, вот, географической, я бы не вокзал занимал после этого, занимал бы высотки над вокзалом. Потому что следующие два дня немцы пытаются отражать удары, всего 70 с чем-то атак они выдержали, с 8-го по 12-е. Вот, и с этих высоток по ним стреляли снайперы, и там же находились артерийские наводчики. То есть, вот, пытались наши по ночам проходить туда и ослеплять высотки, как говорят, ну, грубо говоря, очищать эти высотки от противника. Но не получалось. Однако из-за того, что у Мадаяна в этот момент 4 эшелона совсем чем только можно, да, в общем-то, вот, проблем нет никаких. Немцы пытаются танками их утюжить, даже один огнеметный туда подтаскивают. Все равно ничего не выходит. Однако 9-го числа с вокзала они уходят, потому что это ясно, что они уже, ну, немцы, к этому моменту вокзал уже превращают в руины. Дальше оставаться, погибнуть под гусеницами танков. Танков уходят в промышленную зону, вот, там руины жуткие, но там, по крайней мере, танки не могут подойти. Соединяются с партизанами, туда входит партизанский отряд имени Сталина, вот, и, соответственно, получают какое-то пополнение, их человек 60, партизан подходит. И до 12-го числа ведут там бой, до 14-го, простите, 14-го февраля наши войска освобождают на севере Варшиловград, он же Луганск, вот, и, соответственно, Ростов. Пройдя еще несколько десятков километров на Меуссе наши войска останавливаются, и на этом, скажем так, наступательный этап, второй этап битвы, да, он заканчивается. Пока идут бои за Ростов, надо сказать, еще один эпизод. Вновь с 3-го и 4-го февраля происходят две высадки. Одна, у Южной Азерейки, наши войска пытаются, это все западнее Новороссийска. Какой план? Мы высадимся, и немцы посыпятся, освободим крупный город-порт. В этот момент огромные проблемы со снабжением. Там и так дорог нету, да, в общем-то, в этом регионе. Немцы разрушили все, что только можно, и даже уничтожили с помощью крюка. Можете сходить на открытую площадку, у нас есть крюк, он оригинальный, в общем-то, вот, это такое приспособление для уничтожения не просто железной дороги, она и насыпь уничтожает. Вот, восстанавливает такое, ну, месяц где-то, весь участок. Срезаем выступ, порт в хорошем состоянии, как говорит разведка, и будем, соответственно, через Новороссийск флотом снабжать наши войска. Значит, две группы. Первая у Азерейки должно высадиться 10 тысяч человек и 30 танков за одну ночь. А в другой группе вот этот человек, майор Цезарь Львович Кунников, и 285 человек, вот, они по делу смертники. Их задача пошуметь, вот, и уйти. Но у них есть плюс того, кого нет у Азерейки. У Азерейки есть плохая погода и флот, который отстрелялся и ушел, из-за того, что погода плохая. Вот, бомбардировщики летали, бомбили, бомбардировщики МБР-2, такие деревянные машинки, которые могут взять с собой две бомбы. Много не на бомбишь. Еще десант выбрасывали тремя самолетами. Вот, это все, что могло Черноморский флот, например, выставить из-за погоды, опять-таки, растянутости тылов. Вот, а здесь, в районе Станички, это мыс, мыс Хака. На самом деле, на местном диалекте, вот, это мыс Хака и означает мыс, пробел Хака. Да, но когда составляли карты в Российской империи, посчитали, что мыс Хака это имя собственное. Поэтому, грубо говоря, мыс, мыс Хака. Вот, соответственно, в районе мыс Хака и населенного пункта Станичка высаживается отряд Кунникова. У них есть артиллерия. С той стороны бухты их поддерживает наша тяжелая артиллерия, которую немцы не могут заткнуть. И это большой плюс. И вот кунниковцы высаживаются, они плывут, плывут. Немцы их мотоботы принимают за своим. А когда становится ясно, что никаких своих тут нету, взлетают ракеты, освещают бухту. Вот, но в этот момент немецкая артиллерия уже не может стрелять. Наши находятся, собственно говоря, благодаря действиям Кунникова, который с ноября своих людей тренировал, в мертвой зоне наши врываются. Там стоит одна зенитная батарея. Выбивают оттуда каких-то румен, которые там что-то спали в нижнем белье. Захватывают батарею немца, немецкого командира, который оттуда сбежал, генерал. Его потом судили в 1944 году и признали виновным, значит, расстреляли и прочее. Вот, он утверждал на суде, что там два орудия, мы все-таки взорвали. Наши говорят, все четыре орудия взяли. Значит, четыре орудия, вот, 88 миллиметров. Гаубичную батарею захватывают. Вот, и, в общем-то, ну, мы готовы к боям. Что у вас там в Азерейке готово? А в Азерейке все плохо. Десант проваливается. Вот, и вот командование, как грамотно делает, во главе с адмиралом флота Октябрьским, оно не пытается еще раз в лоб штурмовать эти позиции. А у Куникова получилось говорить? У него связь есть, там рацию теряли. Хорошо, давайте всех туда. И с утра следующего дня, вот, 4 февраля, уже утром начинают вгружаться десантники. И, соответственно, буквально там к концу дня малая земля, как это вот получает название, да, значит, соответственно, этот клочок земли становится мощным плацдармом, на котором уже есть артиллерия, на которых подготовлены люди. Вот, единственное, что 9 числа Цезарь Куников был смертельно ранен. Да, вот, единственная потеря. Человек, который, в общем-то, сделал все, чтобы, да, эта операция прошла. Вот, к несчастью, он был ранен и умер через несколько дней в Геленджике. Его вывезли чуть ли не на катере командующего, то есть там прям все серьезно было. Но, к несчастью, да, там ранение было тяжелым. Значит, соответственно, продолжалось от обороны 225 дней, вот, до 16 сентября, до тех пор, пока город не был освобожден, город Новороссийска. Новороссийска. Значит, там на самой земле как бы Жукова не было, но он несколько раз лично интересовался судьбой малой земли, лично интересовались, собственно говоря, из Москвы. И Сталин лично спрашивал, что у вас там, сколько снарядов, сколько авиации, хорошо ли летают и прочее. Парадокс, но Гитлер тоже интересовался, что у них там происходит. И когда немцы пытались проводить свои операции для того, чтобы, в общем-то, уничтожить плацдарм, вот так сложилось, что Гитлер и Сталин лично наблюдали за этим маленьким клочком земли. И лично из Москвы там или из Берлина подсказывали, чего нужно сделать. Это важно. Там же был Брежнев, будущий командующий, будущий, простите, глава Советского Союза. Он напишет мемуары, вот, местами анекдотичные, но в целом они правдивые. Если не брать пассажи о том, что маршал Жуков приехал посоветоваться с комиссаром Брежневым. Два последних раздела. Значит, воздушная битва за Кубань. Вот, при ней тоже нельзя пройти. Даты с апреля по июнь в Нибинд-Кубань происходит сражение между ВВС Красной Армии и 4-м флотом, вот тем самым лучшим 4-м воздушным флотом Гитлеровской Германии. И это первая убедительная победа наших войск. Значит, в Нибинд-Кубанье сражение там по 100-200 машин. Значит, наша заявка, которая, в общем-то, подтверждается, 1100 самолетов противника было уничтожено вот за месяц. Ну, есть мнение, что только 300-400. Откуда оно взялось? Опять-таки миф. Дело в том, что у нас есть ряд исследователей, которые на слово верят немецким документам. Есть такой документик в интернете, на немецком языке, называется отчет квартирмейстера немецкого поля в Тлаффе. И там прописано, сколько, кого и чего. То, что документы могут врать, особенно то, что немцы там врут постоянно, есть эпизоды, в которых за голову хочется хвататься. Это одно. Но там очень важно прописано, сколько у какого самолета там, грубо говоря, в каком-то полку потерь. Значит, люди молодые, я думаю, вы игры компьютерные играете и знаете, что если там немножко пострелять из танка по танку, то там 60% здоровья. И он еще будет ездить. Ну так в компьютерной игре. Потому что в реальности, если, например, у автомобиля, ну не знаю, там аккумулятор умрет, его надо заменить. Целая машина жива? Жива. Но надо аккумулятор поменять. Сколько минус процентов живучести, если нет аккумулятора? Ну вот если наш летчик подбил немецкий самолет, и, например, там из радиатора потекла вода, ну, наверное, это минус 10%. Да, но только вот если этот летчик немецкий продолжит бой, не как в компьютерной игре там это, а по-настоящему, то он скоро рухнет, потому что, собственно, перегреется мотор и все. И поэтому он со снижением дымя, черным дымом уходит на аэродром. Что наши летчики записывают? Победу. Ушел, ушел, дымил, дымил. Упал, не упал, не знаем, но подбили. Это воздушная победа. Пехота подтвердила. Ушел туда. А вот у немцев это минус 10%. И наши исследователи авиации свято верят, что это не считается потерей. Ну, что, 10%, правда ведь? Поэтому, конечно, никто никого не сбил. Как вот, собственно говоря, потом Люфтваффе перестала играть свою решающую роль, неизвестно. Видимо, ну, просто распилили на иголки все свои самолеты. То есть, как бы, такое вот дело, оно тоже было. Значит, здесь лечился Покрышкин. Сейчас я расскажу. Вот. Герои, они перечислены по фамилии. Вот этот с бородой, это Фадеев. Вот, а дальше, соответственно, я немножко вниз ушел. Вот. Вот это люди, которые отличились в небе над Кубанью. Это, в общем-то, ну, практически весь цвет ВВС Южного фронта. Покрышкин наш первый трижды герой. Вот. Человек, которому наконец-то над Кубанью командование позволило реализовать свои задумки. Потому что не только отличный боец, он еще и хороший командир. В том числе и этажерку придумали, когда мы летаем в три уровня. На самом верху там три-четыре тысячи истребителей идут, потом там две с половиной, там тысячи и так далее. Это позволяло контролировать весь воздушный потолок и видеть немцев на всех высотах, которые только можно. Это эффективно. Вот именно там Покрышкин сбивал, ну, большинство своих машин, да. У него там пятьдесят с чем-то, если я не ошибаюсь, там пятьдесят семь или пятьдесят восемь. Вот. У Кожедуба шестьдесят два, да. У Ричкалова пятьдесят девять, вот он второй. Ричкалов, кстати говоря, страдал дальтонизмом, вот. И когда он прибыл в часть, командир полка сказал, самолет видишь? Вижу. Вот. Ручки разбираешь? Разбираю, что написано, да. Есть. Взял и порвал при нем же его документ о том, что это дальтонизм. Ну, летай, сокол. Вот. И Ричкалов долгое время был ведомым у Покрышкина. Вот. Это наш советский аст номер два после Кожедуба. Дальше, соответственно, летчик Труб, Трут, Герой Советского Союза. Вот. Вот он там, справа на общей фотографии. Летчик Фадеев. Вот Фадеев, человек, который получил орден Красного Знамени за сорок первый год. В сорок первом году награждали очень неохотно. Он получил, да. Это, в общем-то, человек, который не погиб, не он тогда там в плавнях, вот, кубанских, собственно говоря. Он бы тоже, я думаю, что трижды героем смог вполне себе быть. Вот. Иван Бабак, герой Советского Союза. Иван Бабак в сорок четвёртом году, будучи командиром полка, вылетит на задание и будет сбит. Немцы начнут штурмовать наш аэродром. Он, соответственно, цитирую, выскочил из бани в нижнем белье. Вот. Сбил одного немца, а потом то ли в него попали, то ли мотор заклинил. Короче, сел на немецкой территории. Так он был без гимнастёрки, он решил себя выдать за молодого лётчика, но немцы его окружили, показывают, говорит, этот альбом, там большие, такой портрет, говорит, собственно говоря, Покрышкина с Ричкаловым, и ягод там тоже есть, мол, вот. Но в сорок четвёртом году, да, уже немцы не так относились к пленным, хотя тоже происходил геноцид, но уже не так. И поэтому Бабак выжил, и после войны в Полтаве работал учитель химии. И как бы, когда Покрышкин приезжал к ним в школу, всегда читал лекцию, дети были в восторге. А как это у нас, оказывается, учитель химии, вот этот скромный дядя, оказывается, герой Советского Союза, столько он избивал самолётов. И Покрышкин постоянно отчитывал за то, что, ну, Ваня, ты такой герой, а ты детей воспитывать должен. Вот, братья Глинка, вот тот, который справа, они оба герои Советского Союза, тот, который справа, он там на фото, да, опять-таки справа, он будет командовать полком, вот, в Покрышкинской дивизии. И лётчик Алилюхин, вот, Алилюхин дважды герой Советского Союза, он воевал не с Покрышкиным, он воевал в соседнем полку, да, то есть вот эти все люди, это вот 17-й гвардейский, если не ошибаюсь, 17-й, по-моему. А вот Алилюхин воевал в другом полку, вот, тоже выдающийся лётчик, и тоже там в десятке по количеству сбитых. Были и другие лётчики, но вот я выбрал тех, а вот Клубова забыл, где? А, понятно. Значит, я забыл Клубова добавить, видимо, съехала. Клубов, вон он, слева, рядом с Ричкаловым, вот эта Кобра, которая стоит, они летали на Аэрокобрах, американских, поставляемых к нам по Ленд-Лизу. Вот слева Клубов, второй Ричкалов, Труд, а потом старший Глинка. Значит, соответственно, Клубов дважды Герой Советского Союза, вот, очень весёлый парень, погиб очень по-глупому. В феврале 45-го года, лёд, они решили новые самолёты ЛА-7, которые пришли в часть, испытать. Ну, любой лётчик скажет, что когда обледенела, собственно говоря, взлётно-посадочная полоса, делать нельзя. Но Клубов лихой парень, ему всё по колено. Сейчас я молодёжи покажу, как летать надо. Полетать-то полетал, но когда сел, машина скапотировала и перевернулась. Здесь есть фотография ЛА-7 перевёрнутого, рядом с какого стоят лётчики. Это машина Клубова, к несчастью, спасти его не удалось. Вот. Простите. Я просто переворачиваю, поэтому путаюсь в этих. Вот. Ну и, соответственно, последний такой эпизод, это прорыв голубой линии. После того, как наши войска одержали ряд побед, освободили Харьков 26 августа 43-го года, стало ясно, что всё плохо для немцев. И поэтому немцы побежали. Немцы начинают отступать, но в отличие от операции Буйвол, если кто-то был на предыдущей лекции, слышал рассказ Артёма Драбкина о том, как немцы уходили из-под Ржева. Здесь всё пошло не так гладко. Наши вскрыли уход и, в общем-то, по тылам немецким прошлись. Так конкретно, несмотря на то, что Википедия утверждает, что вывезли всех вплоть до последней лошади, это не так. Есть фотографии, где наши, в общем-то, позируют на фоне немецких трофеев. И 17-я армия в Крым не эвакуировалась, она туда бежала. Вот это такой, скажем так, последний такой эпизод. Вот наши войска, вот они стоят на малой земле, вот чтобы вы понимали, вот они со стороны малой земли стоят, а вот с той стороны, там западный, ну, наверное, восточный берег, неправильно, да, восточный берег, возможно, меня подправят люди из Новороссийской, скажут, что там северный берег, на самом деле, да, но в моем понимании по карте, вот эти на западе, и те на востоке. Вот в освобожденном уже Новороссийске, 16-го числа его освобождают, и это, в общем-то, ну, практически конец битвы, и подвести итог осталось. Вот, значит, соответственно, сразу второй пункт. Основная заслуга Кавказской битвы, это не просто то, что мы немцев не пустили, о том, что мы, в общем-то, эти дивизии немецкие побили, потому что вот эта воздушная битва за Кубань, это попытка наших войск штурмовать голубую линию, понимаете? Взяли только одну станицу крымская, прорывали линию обороны, немцы ушли. Значит, да, извините, голубая линия, есть пропагандистский фильм, где Гитлер карандашом рисует линию обороны. Карандаш был голубой, и, соответственно, пропагандисты это вот, да, как бы понесли в прессу, и отсюда пропагандистское название типа голубая линия. Ну, у Гитлера другого карандаша не было, в общем-то. С морем не связано никак. Самое важное, что, в общем-то, держать эту голубую линию смогли благодаря резервам, которые прибыли. А вот те, кто отправились на Кавказ из, собственно говоря, танковой армии Клейста, большинство из них погибло. И самая важная, самая основная заслуга, что наши бабушки и дедушки там, на Кавказе, не просто сломали хребет гитлеровской армии, да, они смогли выбить самый ценный ресурс, обученную немецкую пехоту. Под Курском в 43-м году немцам будет не хватать этой пехоты. Их танки будут врываться в наши населенные пункты, вот, утюжить окопы, но уходить, как было в 41-м году, убивались населенные пункты, утюжили, но уходили, не было сил удержать населенный пункт, да. И вот победа под Курском, а потом Харьковом, это в первую очередь, да, вот достижение тех, кто не дрогнул тогда на Кавказе и под Сталинградом. Ну и как апофеоз, соответственно, вот на, была утверждена, учреждена медаль за оборону Кавказа, вот почему написал свыше 870 человек. Последний раз учитывали, сколько наградили в 85-м году. Вот на 85-й год было написано, что награждено чуть больше, 870 тысяч человек, да. Ну, понятное дело, что, наверное, еще находили каких-то защитников, кому-то что-то не дали. Ну, просто пример, да, моему прадеду медаль за оборону Москвы так и не дали. То есть, как бы, ну, просто, не то, чтобы она мне не нужна, мне это она зачем, она моего прадеда, да, вот, который пропал без вести под Вяземой. И, соответственно, ну, если я пойду сейчас чего-то добиваться, наверное, мне ее дадут. Соответственно, в битву за Москву запишут еще одного человека. Чтобы вы понимали, как эта цифра изменяется, да. и финальную цифру. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, соответственно, давайте. Спасибо. Значит, смотрите, я всегда говорю, что начальный курс молодого бойца, да, как говорят в армии, это учебники под редакцией МГУ. Он в целом хороший, но он без подробностей. Книгу я бы рекомендовал за авторством Исаева и Драбкина. Она так и называется «Великая отечественная война». Она вот такая, толстенькая. Вот, она точно есть на Читай-городе. Мы ее буквально месяц назад покупали. И там кратко написано, описаны все события, которые происходили. Лучше, по-моему, сейчас как раз третье издание, если я не ошибаюсь, я могу с цифрой путать. Было первое, вот потом второе в синей обложке. Соответственно, оно более полное, туда немножко Паржево дописали. Значит, это для тех, кто читать. Это вот начальный уровень. Потом есть фильм «Великая война». Так и видите, «Великая война» он сразу выскочит от «Стар-медиа». Там тоже Драбкин и Исаев, соответственно, в этом самом, в авторстве. Ну и каких-то авторов. Значит, крупнейшим историком у нас является Алексей Валерьевич Исаев. Видимо, его никто уже не превзойдет. По каким-то специальным операциям Сергея Кондратенко, это Тула и этот самый Брянский фронт. Вот. Максим Фоменко – это Калинин, это Московская битва обороны Калинина. Он сам оттуда, из Твери, соответственно. Вот. Валерий Замулин по Курску, но Валерий Замулин, к несчастью, является местами антисоветчиком. И местами его антисоветчина противоречит ему же самому в документах, читая его последнюю, крайнюю книгу. Вот. Про сражение. Прямо хочется сказать, ну ты же только что написал, что все в порядке. Ну нет, говорит, это не значит, что лобовых атак не было. Но это просто надо понять и принять. Вот. Тем более, кто справится с двухтомником Замулина, как готовилась Курская битва, она вот такие. Ну тому, наверное, кандидатскую степень как минимум. Потому что многие умирают на историографии. Там 300 страниц историографии. Значит, ну это вот таких. Потом есть Максим Коломеец у нас. Это человек, который специалист на заклепках. Простите. Мальчикам будет интересно, по-моему, про все танки, которые существовали в Красной Армии. И послевоенные Коломеец написал. Тут другая проблема. Книжки в формате А4, издательство Эксмон, белые такие, они все там от полутора тысячи выше. Они просто дорогие. Но в прошлом году переиздание по танкам БТ вышло, кстати. На этом самом начале города до сих пор есть. Недавно проверял. Ну вот из таких вот, что сейчас, да, попало. А, и Артем Драбкин, конечно. Но Артем Драбкин, это мемуары. У него здесь лучше читать на сайте iRemember. Вот, я помню, да. Но тут надо понимать, что мемуары, которые, не мемуары, а воспоминания участников, они были взяты, когда дедушкам и бабушкам было уже под 80, а некоторым старше. Понимаете, что в 80 лет, понимаем, что когда дедушка пишет о том, что у него в битве под Дуб на Т-34 и Т-50 участвовали, ну, это потому, что дедушке просто уже 80 лет, и войну заканчивала на Т-34. Вот и все. То есть, как бы, такие моменты, они тоже могут быть. Ну, вот из того, что самого большого на ум приходит. Виктор, как модератор, тогда скажите слово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...